Привет! Я Оксана, канал Нитка-Ниточка. Сегодня мы шьем детское платье для маленькой принцесски, потому что дочь моя выросла, а шить платье для девчонок хочется. Сегодня в подробностях я предлагаю вам мастер-класс о том, как это платье выглядит снаружи и изнутри. Итак, для нового платьица для маленькой принцесски я выбрала замечательную ткань, которую я назвала «Милые совушки». И так как сегодня все дети, в том числе и наша героиня-модница, увлекаются английским языком, то между совушками здесь мы можем найти различные английские слова. Мама девочки тоже эту ткань одобрила, все довольны, и мы начинаем шить. Первым шагом простые ткани, которые содержат ситцевые, льняные нити, обязательно нужно намочить во избежание дальнейшей усадки. После того, как вы их намочили, постирали, высушили, все-таки постирали немаловажное слово, потому что мы с вами не знаем, где, в каких рулонах и в каких складских помещениях они до сих пор пребывали. Поэтому все-таки для себя и уж тем более для ребенка ткань лучше всего простирнуть. Я у себя обнаружила вот такой чудный журнал, девятый номер за 2014 год, в котором наравне со взрослыми моделями я отыскала чудную выкройку двух детских платьишек. Это модели 143 и 144. К модели платья идет еще и дополнительный фартушек, но я не думаю, что он нам понадобится. Однако то, что он подразумевался, возможно превратится для нас в необходимость какого-то пояска. Как вы видите, здесь, в общем-то, линия талии остается такой неприкрытой, незащищенной, поэтому, возможно, мы сверху прикрепим какой-то поясок для девочки. Однако надо обратить внимание, что застежка здесь все же появляется впереди. Вот этот момент мне придется в дальнейшем еще обдумать. У нашей принцессы рост 131 сантиметр, но по размерам журнала Бурда Муден у нас есть 128 и 134 размер. Я решила не уменьшать 134 до размера девочки, потому что, как известно, дети растут довольно быстро, впереди лето, и даже если сейчас эта платьица ей будет там на какой-то сантиметрик длинновато, хотя может и нет, все равно за лето девчонка вытянется. В следующем году эти платья могут ей даже и не подойти, но если длина будет выбрана с припуском, можно будет, конечно, их немножечко удлинить. Лично я, будучи мамой девочки, сделала однажды для себя в ее детстве вот какой вывод. С одной стороны, конечно, всегда хочется сэкономить и хочется сшить так, чтобы эту вещь ребенок носил не один сезон, или связать, например. Но часто вещи надоедают, и хочется чего-то нового, а у мамы креативность нарастает, а платье старое еще есть, и его приходится носить. Поэтому здесь, конечно, каждая из нас, мам, делает свой собственный вывод, как вы хотите. Другое дело, что многим детям настолько нравятся их какие-то прежние одежки, что увидев следующим летом, скажем, это платье, девочка может с удовольствием на него согласиться. И мне очень нравится в немецких журналах то, что детские платья шьются часто удлиненными, до колен, ниже колен. Ведь детская фигура вытягивается в основном вверх, в рост. Поэтому многие вещи можно носить действительно парочку сезонов. Это очень удобно, если ткань хорошая, платье удачное, и ребенку тем более это нравится. Это, я думаю, самый главный фактор, который надо учитывать. В нашей модели выкройки уже готовы. Здесь я, конечно, немножечко, хоть и все понятно, но предпочитаю немножечко выровнять выкройку. Если там были газетные сгибы, вы знаете, что я изготавливаю в основном выкройки с помощью газет. Можно на канале посмотреть ролик, как я это делаю, или найти ссылочку внизу в описании. Вот такой большущий, замечательный рукавчик, который будет вот здесь собираться, здесь по окату рукава присобираться. Не забудьте, пожалуйста, что необходимо отметить важные линии. Это линия присоединения к плечевому шву, а это указатель того, где находится перед рукава. И, конечно, его нужно будет состыковать с такой же меткой на передней части, на полочке. Юбку я не выкраивала, я только отметила себе на выкройке полочки, что юбка, это два полотна, и написала размер 108 на 46 сантиметров. Они выкраиваются по прямой, и это, конечно же, упрощает все наше дальнейшее общение и с тканью, и с моделью, и с шитьем. Очертания наших выкройек перенесены на детали. Выкройки принесли пользу определенную. Но, когда я задумалась о юбке, то мне показалось, что два полотна 108 на 46 это очень много. Поэтому я попытаюсь обойтись той юбочкой, которую я выкраила в этом случае. Здесь я тоже внесла небольшие изменения. Посмотрите, пожалуйста, вот тут у нас подгибка на выкройке была запланирована очень небольшая. Вот такая буквально. То есть она бы просто поддерживала с определенной флизелиновой прослойкой, поддерживала бы вот эту застежку. Мне, скорее всего, придется сделать застежку на спине в виде молнии тонкой. А передняя застежка у меня будет просто декоративная. Я пришью пуговички, и это будет, конечно, вот так выглядеть. Но застегиваться и расстегиваться она, скорее всего, не будет. Там я посмотрю. Вот для того, чтобы немножко изменить обработку вот этой застежки, я пошла чуть дальше, и мне показалась вот эта маленькая подгибка недостаточной, поэтому я сделала ее вот такой большой. Конечно, это должно быть симметрично. Обе части переда, обе полочки будут иметь такую подгибку. Теперь спинку. Как советует мне один из вариантов в выбранном мной журнале, я сделаю сшивную. И сюда же я вошью молнию. То есть вот так у меня будет соединяться центр юбки. Посмотрите, это срез. И спинка. И вся остальная юбка будет уже присобрана ровно настолько на небольшую машинную сборку, которой будет достаточно, чтобы соответствовать ширине полностью верхней части платья. Поэтому, как в одной из моделей и рекомендуется, я сделаю застежку на спине. Причем я сделаю ее не закрытой здесь, а именно вот через горловину девочка и будет попадать в это платьице. Что хотелось бы сказать про рукава. На рукавах я оставила заведомо большую полоску запаса ткани. Я пока не знаю, как мне захочется обрабатывать этот рукавчик. Может быть я его в конце концов просто подошью и по краю будет идти какой-нибудь очень миленький бежевый такой кружевной мотив. Но на всякий случай, чтобы потом не искать, где же мне взять лишнего, я решила, вот лучше я потом это срежу. Как я и говорила, здесь нужно обязательно отмечать переднюю часть рукава для того, чтобы стыковать это с полочкой. Здесь желтым мелком, как вы видите, я выбрала именно его, я обозначила точку соприкосновения с плечевым швом. Ну и в общем-то, пожалуй, все, что можно сказать о рукавах. Вот здесь у меня будет все присобрано. Есть несколько вариантов, как это сделать. С одной стороны можно взять, например, специальную резинку, которая продается в бобинках. Она у меня есть. И для очень тонких тканей можно наматывать эту резинку на шпульку. И она сама собой стягивает эти необходимые линии до нужного размера. Или можно просто отстрочить вот такую небольшую кулисочку, и тогда внутрь придется вдевать резиночку, которую можно будет регулировать, ослаблять, или наоборот делать более узкой, чтобы она шла ровно по маленькой ручке. Я еще не знаю, будем ли мы делать примерку, или я просто сошью это платье, и девочка будет радостно его носить. Но вообще детские платья можно шить без примерок, потому что детская фигура, она, если ребенок имеет стандартные какие-то очертания тела, в общем, ничем не отличается от любой другой детской фигуры в этом возрасте. Как всегда, несколько слов о выборе ниток. Сейчас перед вами несколько катушек ниток, и вы видите, что, в принципе, если их рассматривать отдельно от этой ткани, то можно даже и не догадаться, что они вообще к этой ткани имеют какое-то отношение. Значит, я могу добавить еще, например, белую нитку, которая однозначно может участвовать в шивании внутренних швов. Ну, вот эта сероватая и вот эта голубоватая, ну, многим даже и в голову не придет, что такие нитки можно приложить к ткани. Но посмотрите, на мой взгляд, для того, чтобы делать незаметные отделочные швы, в этом случае подойдет именно эта катушка серых ниток. Конечно, внутри для красоты я буду строчить белыми нитками. Эти я убираю, потому что вот такая нитка, мне кажется, будет выглядеть грязновато. И хочу только напомнить, у меня нет оверлока и никогда не было, и пока в ближайшее время я не собираюсь его покупать. Я всегда края обрабатываю аккуратным зигзагом, и затем обрезаю в край строчки все, что осталось лишнего. Поэтому в данном случае, в этом платье, я буду поступать точно так же. Следующий шаг, который необходимо сделать, заключается в следующем. Мне нужно несколько косых беек, для того, чтобы обработать заднюю часть горловины спинки. Затем я обрабатываю горловину спинки маленькой косой беечкой. Здесь по горловине переда я сшиваю запас с самой полочкой. И мне остается только вывернуть это аккуратно и прострочить отделочной строчкой, которая закрепит мой шов. Вот здесь, посмотрите, там, где горловина идет по кругу, для того, чтобы этот шов внутренний не тянул, нужно сделать несколько разрезов. Может быть, не так много, как сделала я. Иногда обрезают просто очень-очень мало, оставляя в край. Вы тоже можете это сделать. Я думаю, что я тоже немножечко, еще где-то миллиметра три, все-таки обрежу, потому что, когда мы вот это все вывернем, нам тогда ничего не будет мешать и тянуть. И я смело смогу проложить вот здесь закрепляющую строчку. Следующий промежуточный этап. Издалека может показаться, что эта ткань предназначена для пижам. На самом деле, это замечательный ситец, и он, может быть, на камере смотрится не так, как в реальной жизни, немножечко. Итак, промежуточный этап. Я соединила перед. Посмотрите. Здесь у меня уже все обработано. Как я и говорила, зигзагом обработаны швы, края вот этих обтачек, загибов. Остался открытым пока центр спинки, потому что сюда в качестве застежки я возьму вот такую замечательную цвета шампанского, такой или слоновой кости, ну, скорее цвета такого, не знаю, слоновой кости, наверное, да, молнию. И, конечно, эта молния будет немножечко укорочена, потому что все-таки она рассчитана на взрослые платья, но, может быть, совсем не на много даже, да, потому что здесь уже будет начинаться юбка. Что мне еще нужно сделать? Мне нужно, как вы видите, часть горловины еще не отстрочена, она только приметана, немножко приутюжена. Проймы рукавов готовы, но не готовы пока полностью рукава. По задумке авторов, длина кулиски в готовом виде должна быть 22 сантиметра. А это значит, что если я сложу ее вдвое, то, ну, где-то 11 сантиметров. То есть, до ширины 11 сантиметров я должна буду присобрать вот это все оставшееся. Как делать сборку? Есть несколько способов. Одна из них, конечно, машинная сборка. Что для этого нужно сделать? С помощью машинной сборки, да, вот желтая линия у меня здесь, это край в готовом виде рукава. Сборка должна проходить где-то на примерно 1,5-2 сантиметра выше этого края. Так вот, машинная сборка делается очень просто. Вы ставите строчку машинки на самый большой шаг, например, скажем, 4 миллиметра, и просто строчите вперед, и сразу замечаете, как машинная сборка происходит сама собой. То есть, у вас эта ткань собирается, потому что слишком большой шаг, а ткань довольно тонкая. Но для того, чтобы сделать машинную строчку более качественной, и чтобы сборочки потом были красивыми, нужно параллельно, где-то на ширину лапки, провести еще одну такую же машинную строчку. И тогда это будет уже практически собрано больше, чем наполовину. Я сейчас покажу, как это выглядит в готовом виде. Первый шаг машинной сборки выглядит вот так. То, что я и говорила. Я настроила машинку на самый широкий шов, и вот то, что вы видите у меня в руках, это то, что сделала сама машинка. Я не прилагала никаких усилий. Сейчас мне нужно на расстоянии полсантиметра или, может быть, сантиметр, 0,7, как получится, проложить рядом с ней с первоначальной строчкой точно такую же, не меняя шаг в машинке. Таким образом, у меня будет очень надежная двойная машинная стяжка. Потом останется только между этими строчками распределить равномерно вот эти сборочки или собрать их по той ширине, которая соответствует нижней части нашей полочки и спинки. Второй шаг тоже сделан. Теперь вы видите, что строчка двойная и на краях обязательно нужно не забыть оставить вот такие две длинные пока конца нити. Теперь мы разъединяем одну нижнюю и другую нить, оставляем их внизу, две нижние нити, а за верхние нити мы сейчас будем стягивать и уравновешивать вот эту красивую сборку. То есть, вы увидите, делая вот такие равномерные движения, что ваша сборочка становится очень красивой, похожей на промышленную. Вы можете ее вправо-влево двигать. Главное не отрезать вот эти концы до самого последнего момента. То же самое можно сделать и с другой стороны, чтобы не продвигать какая бы у вас ни была ширина в одну сторону, вы можете пойти навстречу. И с этой стороны тоже, дергая за верхнюю нитку строчки, нижние оставляя соответственно внизу, вы можете пойти навстречу. Если одна строчка немножечко более волнистая, чем другая, значит, вот это как раз и есть тот повод, чтобы их подтянуть и уравновесить. В конце концов, у вас должна быть какая-то очень равномерная такая стяжка. И что самое главное, надо понимать, что строчка на самом деле будет пролегать между этими двумя линиями сборок. Таким образом, вы соедините верхнюю часть платья и юбку в данном случае очень равномерной строчкой и нижнюю вот эту стягивающую нить затем нужно будет обязательно вынуть. она будет видна на лицевой части изделия. Верхняя нам не помешает, потому что она пойдет в шов, там и останется. Сейчас на моей ладошке вы видите пуговки, которые я подобрала для нашего платьица. Повторюсь, что пуговки будут обманки, они не будут на самом деле застегиваться и из-за того, что ткань уже и так довольно яркая, пестрая и очень насыщенный рисунок, я выбрала маленькие едва заметные пуговки, но все же мне кажется, что там, где живут совушки и бабочка вместо найдется. Вы, конечно, помните, что у рукава по его низу я оставила довольно большую подгибку, такой запас на всякий случай, ткани у меня вполне достаточно было, и потом я собиралась решить, что будет дальше. Так вот, решение это сначала было одним, то есть я хотела просто мелким зигзагом обработать вот этот край, а затем, естественно, как и по модели, я хотела решить вот такую замечательную отделочную тесемочку, которая напоминает кружева. сейчас вы видите, что она пришита прямо, но ведь в этом месте будет кулиска, и все это вот так будет выглядеть, как красивая отделочка, оборочка с вот таким милым кружевом. Сейчас я как раз и собираюсь заняться этой работой, и буду обрабатывать нижнюю часть моих рукавчиков. Мы с вами живем в такое замечательное время, когда можно найти очень много выгодных, интересных и увлекательных предложений по отделочным материалам. Вот так в готовом виде в магазине выглядела тесемка, которую я собираюсь пришивать на край рукава, и затем как украшение на горловинку, скорее всего, чтобы это дублировало друг друга. Но я понимала, что такой ширины мне это не пригодится, и уже покупая, я знала, что я разрежу это кружево пополам, потому что меня интересует только его вот этот замечательный край. Таким образом, вместо того, чтобы покупать, скажем, я не знаю, полтора-два метра для отделки, я купила всего лишь метр, и разрезав, я все равно получила эти самые два метра. Это с припусками и с запасом, я не думаю, что мне пригодится вот прямо столько, два метра. Поэтому, когда вы отправляетесь в поход за аксессуарами, подумайте, это не в целях экономии только, это на тот случай, когда вы не можете найти полоску, отделку нужной вам ширины, но ее структура помогает вам сделать два из одного, потому что вот эти края сыпаться не будут, а если бы даже и собрались, то мы знаем, что это все равно уйдет во внутренний шов и будет обрабатываться зигзагом. Поэтому нам это не страшно. Вот так выглядит мой рукавчик после того, как я пристрочила к нему эту отделочную кружевную ленту. Сейчас я покажу вам, что на самом деле все лишнее должно отвернуться внутрь. И вот мы уже видим, как будет выглядеть в готовом виде рукавчик. Конечно, я все лишнее вот здесь сейчас обрежу. Мне очень хочется дать строчку вот здесь, по краю отделочной ленты. Она тоже будет зигзагом, потому что пришивала я ее вот здесь, к сожалению, не видно, зигзагом. Здесь нужно немножко применить свой глазомер и главное не съехать с той строчки, по которой идет непосредственно иголка. А так в общем ничего сложного нет. Я сейчас вот здесь по краю кружева сделаю зигзаг и обрежу все лишнее, то, что мне уже не пригодится. Затем я загну вот так и вот здесь на небольшом расстоянии, скажем, 5 мм я дам просто отделочную строчку, которая не позволит вот этой внутренней части больше отгибаться или торчать при носке. Вот так выглядит изнаночная сторона, которая все равно будет припрятана. Вот так выглядит рабочая часть. Вот так я сейчас подгибаю, внизу мне уже ничто не мешает и делаю отделочную строчку. Ну, вот он наш конечный результат по обработке края рукава. Внутри все красиво. мне показалось, что двойная строчка будет надежнее закреплять вот эту отделочную ленту кружева и поэтому вот можем приступать к кулиске, в которую будет в конце концов вставляться эластичная лента, резинка называемая так в народе и рукавчик станет более похож на фонарик. Кстати, вот здесь я не соединяла отделочную тесьму кружева, вшила их внахлёст, это совершенно не играет никакой роли, можно здесь закрепить ее рукой, можно сделать строчку такую вперед-назад, на самом деле эта тесьма не будет трепаться и будет выглядеть всегда вот так. для того, чтобы сделать кулиску, мы должны выкроить обтачку и пришить ее изнутри с изнаночной стороны рукава. Обтачки обычно выкраиваются по косой, смотрите, косая, это 45 градусов к долевой нити и, конечно, если у вас есть длинный кусочек, то вы можете себе его вырезать без всяких стыков, но у меня кусочки остались маленькие и поэтому я вырезала их и уже вот так вот сшила, закрепила для обоих рукавов. Эти швы не будут никому видны и точно так же изготавливаются отделочные рулики, которые даже попадают в отделку проема, горловин, но эти будут изнутри, с изнанки, поэтому тем более эти швы никакой роли не играют. Главное, чтобы это была тянущаяся, косая, на 45 градусов вырезанная, вот такой примерно ширины, это где-то такой стандарт принят, вот такая бейка. Дальнейшая работа с бейкой может заключаться в следующем. Вы видите, что я из косой бейки сделала вот такую узкую обтачку, я загладила ее с обеих сторон, для того, чтобы у меня проще было с ней работать. Иногда косые бейки уже продаются в каком-то таком виде, но я хотела сделать эту отделку с помощью моей же ткани, поэтому мне пришлось вот такой процесс произвести. Для того, чтобы кулиска на наших рукавах состоялась, мне понадобится вот такая эластичная узкая лента, и ширина бейки должна быть немного больше этой эластичной ленты, для того, чтобы обеспечить свободное перемещение ее внутри бейки и внутри рукава. Здесь нужно, конечно, учесть, что швы будут проходить еще на какие-то 2 мм с этой стороны и с этой стороны, поэтому вот как раз ширина моей бейки мне кажется вполне удовлетворяет ширине этой эластичной ленты. Отстрочка кулиски завершена. Как вы видите, шов уже проглажен, это нужно делать обязательно, даже если вы шьете льняные вещи, которые в принципе когда-то обязательно помнутся и хлопок очень хорошо мнется, все равно всегда проглаживайте выполненные швы. Это очень важно, потому что помятая естественным образом вещь и не проглаженный шов, это очень разные на самом деле ситуации. Вот так это все выглядит с изнаночной стороны. Посмотрите, пожалуйста, вот то, что у меня осталось как подгибка от обработки кружевом и явилось той границы, к которой я пристрачивала мою отглаженную косую бейку. И сейчас вот здесь вы видите маленькую щелочку, которая как раз и предназначена для того, чтобы заполнить эту бейку моей эластичной лентой или то, что в народе называют резиночкой. Я взяла для этого маленькую булавочку и сейчас буду ее туда продевать. и мой фонарик уже практически будет проявляться. Останется только вот здесь сверху по окату рукава вверху сделать такую же машинную сборку, как я делала, показывая вам юбку моего платья. Если вы никогда до сих пор не вдевали эластичную ленту в кулиску, закрепите на оставшейся стороне этой эластичной ленты еще одну булавочку. Когда вы будете продевать ее, эту ленту, внутрь, вы будете обезопасены против того, чтобы ваша эластичная лента заскочила туда слишком далеко. И когда эта булавочка на другом конце ленты будет уже у самого края кулиски, она просто не даст резинке проникнуть туда слишком далеко. Вот здесь смотрите, я сейчас прохожу мимо стыка. И, конечно, у этого стыка есть с двух сторон запас ткани, поэтому нужно пройти это вот так и не попасть в один из запасов ткани. Здесь тоже нужно чуточку внимания, немножечко совершенно сноровки, которая, если вы будете проделывать это регулярно, несколько раз в разных изделиях, вы уже набьете руку. Вот то, что я имела ввиду. Смотрите, моя вторая булавочка держит край моей эластичной ленты и ждет, пока первая булавка вернется в этот промежуток. Здесь у меня тоже подгибка, как вы понимаете, чтобы край не был сырым и не сыпался. И вот здесь надо точно попасть не в саму подгибку обтачки, а именно пройтись ближе к самому рукаву. Видите, она у меня сейчас попадает в обтачку, то есть я должна изловчиться и обхитрить эту внутреннюю подгибку моей обтачки. В результате у вас должен получиться вот такой вариант. Затем вы слегка потягиваете их, освобождаетесь от булавочек. Кстати, когда вы будете продевать их в кулиску, побеспокойтесь о том, чтобы не сильно нажимать на эти булавочки, потому что если они не очень надежные, то они имеют обыкновение раскрываться внутри этой кулиски, и тогда уже раскрытую булавку будет сложно очень вынуть оттуда. Вот таким образом, имея приличный запас резинки, вы сейчас закрепляете это с помощью обыкновенной иголки. Для надежности желательно с этой стороны, затем с этой. очень важно проверить также, чтобы резинка внутри этой кулиски не перевернулась. То есть, перед тем, как ее сшивать, нужно еще раз ее прощупать, чтобы не было никаких там у нее перекручиваний. Вот здесь, наизнанке, есть открытый, но при этом обработанный стык, и при желании, если, например, резинка растянется, будет слишком узкой или слишком широкой, можно ее вынуть, найти то место, где она сшивалась, обычно оно очень близко возле этого места, стыка, и либо заменить ее, либо затянуть потуже, либо заменить, чтобы ослабить. Вот наши милющие лапочки-рукавчики, они почти готовы для того, чтобы я начала вот здесь делать сборку для эффекта фонарика. Как это делается? Вообще, вот здесь, где-то посредине этого скоса рукава, я начну делать машинную сборку, так же, как я показывала ее вам на примере юбки. то есть я возьму и справа и слева теперь уже от намеченной линии рукава буду на самом широком шаге на 4 миллиметра строчить до ровно такого же места с другой стороны рукава. Затем я стяну их верхней нитью и посмотрю сколько еще нужно стянуть или ослабить, чтобы мой рукав хорошо сел в пройму. Ну и вот смотрите промежуточный рабочий момент. Вот рукав. Он уже очень даже похож на рукав-фонарик, потому что я по окату рукава прострочила двойную машинную сборку и немножечко стянула. Вот это то, что пойдет в нашу пройму. Так же, как и в вязании, я предпочитаю рукава, если есть на это возможность пришивать в самый последний момент, чтобы уже сами рукава не мешали каким-то промежуточным операциям. Сейчас мне нужно для начала соединить верх платья и юбку и поработать с молнией. А рукава это будет один из самых последних или предпоследних этапов. Задача передо мной стоит хоть и непростая, но вполне реализуемая. Сейчас я лицевой стороной положила верхнюю часть. Это вот детали спинки, это мой перед, вот здесь будет обманка, застежка, на которой будут пришиты декоративные пуговки, вот мои проймы, у меня уже обработана горловинка и справа и слева от этой воображаемой застежки у меня есть красивые обтачки. Сейчас моя задача присобрать юбку настолько, чтобы она соответствовала длине верхней части моего платья. Ну, в общем-то, это и будет линия талии в этом случае. Юбку нужно обязательно присоединить к верхней части платья по краям справа и слева и затем натягивая их вместе вы будете видеть сколько сборок вам нужно сделать. Вот я уже почти в конце этой процедуры и здесь опять вы решаете куда вам отправить больше сборочек. Если у вашей девочки есть какой-нибудь детский очень милый животик, значит оставьте больше сборок впереди. Если вы любите, чтобы сзади платье было более присборенное, а впереди более ровное, значит вот это нужно еще немножко разогнать по краям. Делать это нужно осторожно, потому что если здесь переусердствовать, то вот эти нитки, которые мы как раз используем для стягивания, могут порваться. Поэтому не делайте стяжку машинную слишком тонкими нитками. И, конечно, толстые тут тоже не обязательно нужны. Сейчас есть очень много ниток, которые называются нитки повышенной прочности. Вот, пожалуй, это будет самый хороший вариант. Затем, когда вы уже найдете оптимальное количество сборок у вашей юбки, вы, конечно, прикрепить должны их вот сюда, к центру. Это как раз то место, где у меня внахлёст идут полочки под застежку. И тогда уже потихоньку вот так тоже присоединяете оставшиеся промежутки. Это делается очень просто. Вот нижняя часть соединительный шов нашей полочки и наших спинок. Вот здесь всё приколото аккуратно булавочками. Очень важно помнить, что строчить я буду между вот этими сборочными строчками. То есть там, где у меня приколоты иголочки и то, что соответствует рисунку нижней линии полочек и спинки и будет место пришивания этих двух деталей. Вот такой ещё не финальный, но практически чистовой вариант у меня получился после пришивания юбки и верхней части платья и после того, как я обработала шов зигзагом и обрезала лишнюю ткань с двух сторон. Вот так это выглядит со стороны верхней части платья. Сейчас мне нужно вот эту ниточку вытащить. Это была нитка, обозначающая талию. Вот так замечательно, красивенько выглядит место соединения верха и юбки нашего платья. Но, как я и говорила, вот здесь у нас виднеется нижняя сборочная нитка. Сейчас я покажу, как от нее избавиться. Вы просто продолжаете ее тянуть за тот же самый край, который собирал ее. Для того, чтобы облегчить эту задачу, вы можете надрезать ее в нескольких местах. Но, как вы видите, она прекрасно и легко перемещается. Все. Вот эта нитка. Ее уже там нет. а то, что у нас осталась нижняя нитка с изнанки, я ее просто зацепила и вытащила. Все. Замечательно. Никаких проблем. Теперь у нас сборочная нитка не видна и, в общем-то, вид очень даже промышленного, как вы видите, варианта. Я всегда предпочитаю закрепить юбку так, чтобы она не бегала туда-сюда, вверх-вниз. конечно, проложу вот здесь закрепляющую строчку. Она может быть любой, потому что в идеале, в реальности я приложу вот сюда, на эту талию, вот такую замечательную атласную ленточку. Она такого очень-очень бледно-лимонного цвета, цвета слоновой кости, что-то среднее. Эта лента продается уже готовой, посмотрите, у нее уже обработаны красиво края с двух сторон, и эта лента продается длиной полтора метра. Я думаю, что это не будет лишним, потому что в этом случае девочка сможет завязывать сзади, на спине, или конечно с помощью мамы. Замечательный бантик атласный. Я закреплю вот здесь небольшие шлевки, очень декоративные, сделаю их из ниточки, все буду показывать подробно. И этот поясок никуда не денется, он будет украшать, и при этом прикрывать вот эту строчку и вот этот стык. Вот такой будет замечательный в итоге вид. Продолжаем рассматривать детальки нашего платья. Сейчас у нас уже встроена молния, вы видите, как она выглядит изнутри, здесь еще пока не пришиты пуговки. Вот наша пристроченная замечательная талия. Платье это будет удлиненное, оно будет слегка выглядеть нарядно, ну, во-первых, благодаря рукавам-фонарикам, во-вторых, атласной ленточке, которую я сюда уже прикладывала для демонстрации. И сейчас посмотрим, как молния выглядит на лицевой стороне, то есть на спинке. Посмотрите, так как она у меня потайная, то эффект такой же точно потайной. Вот вы видите место соединения молнии, вот ее собачка, и вот обратите внимание, вот это место, где одна половинка талии должна совпасть с другой, мне повезло, получилось идеально. В принципе, бывают иногда какие-то расхождения, миллиметр-два, я думаю, что это не столь важно, никто на самом деле к таким мелочам обычно не присматривается, хочется, чтобы все было идеально, но иногда, знаете, как-то что-то пойдет не туда, не надо очень расстраиваться по этому поводу, это приходит с опытом. Вот такая работа мне сейчас предстоит, я буду заниматься рукавами, буду встраивать их в пройму, и если будет что-то интересное, обязательно вам это покажу. Молния вставлена, рукава пришиты, платье приобретает настоящую готовую форму. И я хочу только напомнить, что если сборка на рукавах производилась такой же точно машинной строчкой, двойной машинной строчкой уточню, то вот здесь нужно вынуть эту нитку, которая будет видна. Делается это очень просто. Вы берете опять же за хвостик и вынимаете по такому же принципу, по которому вы стягивали ее, а потом нижнюю нитку просто вынимаете снизу. То же самое делаем на другом рукаве и все. На самом деле, конечно, рукав было бы неплохо вот так загладить, потому что если мы загладим полочку вот так, то рукав будет очень здорово вот так образовывать вот этот фонарик так называемый. Поэтому я сейчас отправляюсь гладить рукав. Для того, чтобы атласная ленточка, которая выполняет роль пояса, не выскакивала и не прыгала вверх и вниз по талии, я вот здесь по бокам сделаю две небольшие тоненькие шлевочки. Шлевка это небольшая узенькая полосочка, которая удерживает на поясе ремень или то, что его заменяет. Для того, чтобы сделать маленькие шлевки, для этого платьица, я взяла кромочную полоску, вот это край кромки, здесь даже можно увидеть дырочки на ней, да, но этих дырочек не будет видно, потому что она очень узенькая, и вот этот узенький кромочный край как раз и пойдет вот здесь, и он спрячется. Строчить я буду вот так, и никто не увидит то, что там есть точечки от кромки. Почему я это делаю так? Я могла бы вырезать пошире полоску и сложить ее в четверо, но мне очень не хочется, чтобы была большая толщина, а для того, чтобы ткань не сыпалась, я могла спокойно завернуть ее три раза, мне как раз необходима именно кромочная деталь. это, как вы видите, сырой край, который никогда не обсыпется, потому что там идет специальная обработка кромки. Вот шлевочка моя отсрочена, она будет не сильно заметна по бокам, я ее разрежу ровно пополам, как вы видите, даже сложенная пополам, она будет гораздо шире, чем мой атласный поясок. Но ведь мне нужно еще хотя бы по сантиметрику на то, чтобы пришить сверху и снизу. Вот и наши миниатюрные шлевочки, в которые сейчас пойдет наш поясок и тогда уже наша принцесска его не потеряет. эта лента, не помню, говорила я или нет, уже так и продавалась. Да, говорила и показывала вам эти прекрасно обработанные кусочки. Но вот она такая. Мы с мамой и девочкой еще обсудим этот вопрос. Возможно, мы немножечко укоротим или в конце концов они сзади будут завязывать какой-то такой очень красивый примерно вот такой очень красивый бантик, у которого снизу будут висеть вот такие замечательные полосочки. Вот примерно так будет выглядеть платье со спины, когда девочка его наденет. Вот такая широкая подгибка у нашего платья. Пуговицы пришиты, ленточка имитирующая поясок вставлена в шлепочки, рукава пришиты, я решила не обшивать горловину. Мне кажется, что эти кружавчики будут слишком торчать. Я приложу оставшуюся полоску кружева к этому платью, горловину. И если мама захочет по просьбе девочки, они вместе решат, нужно ли обрабатывать горловину. Если да, то либо я дошью это, либо они. Наше платье готово. Смотрим его на вешалке. И вот она финальная работа. Я невероятно довольна результатом. Вот видите пуговки. Все, что я рассказывала вам в подробностях на своем рабочем столе, здесь сейчас слилось в один единый образ. Вот так оно выглядит сзади с великолепной атласной ленточкой, которая завязалась в прекрасный бантик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам платье для маленькой принцессы. Пишите комментарии, с удовольствием на них отвечаю. До встречи! Пока!